Ребята, всем привет! Сегодня я расскажу о слухах, которые возникают в процессе переезда в Испанию. Итак, вот только что мне написал некто Сергей Сан. Спасибо, что очень много пишете. Это очень полезно для канала и интересные вопросы. Итак, он мне написал, что есть адвокаты. Я не буду упоминать фамилии ради их, не рекламы. Которые говорят о том, что нулукративо сейчас не работает. Я позвонил своим двум адвокатам, спросил, ребята, что у нас по нулукративо, что-то изменилось и так далее. На что мне они ответили, что только в прошедшем месяце сделали три подачи и все прекрасно открывают, все работает и как бы нет проблем. Также спросил и про другие типы виз. Цифровой кочевник. Наконец-то информация появляется. И, соответственно, все прекрасно, все работает. И также поступ в визе. Вот такая штука. Видите, у меня такие сзади ребята проехали. Вот. Дальше, ребят, соответственно, что еще... Сейчас солнышко с собой закрою. Что еще хочу сказать, что, ребят, если кто-то вам говорит, что что-то делать нельзя, то для этого должно быть какое-то постановление. Допустим, я пытался вывести деньги с YouTube. Так как YouTube у меня изначально был российский, я пытался вывести деньги, ну, сюда я сейчас могу, в Испанию, на какой-то счет. Так как все находится под санкциями, да, и у меня... Можно вывести только на российский счет деньги. Но российские счета для вывода денег из США, потому что YouTube принадлежит США и Google, да, вывести нельзя. И вот такая ситуация, что мне придется через знакомых, через доверенность в России открывать, соответственно, счет, на который можно вывести деньги. Вот. К чему я веду? К тому, что говорят, что открытие счета россиянам невозможно. Это неправда, да, то есть есть проблемы. Какие? Самая основная проблема, что нельзя вновь с 16 января открывать счет по доверенности, да, которая работа на территории Испании. То есть нельзя приехать дать доверенность адвокату, и вот, чтобы он открыл за ваш счет. Соответственно, для того, чтобы открыть здесь счет, нужно лично находиться как минимум 2-3 недели. Вот, что мне сказали мои знакомые адвокаты, которые занимаются этим каждый день, профессионально, легально, все красиво. Соответственно, вот такая информация. Я рекомендую все-таки обращаться к персоналам, да, и мои знакомые вам в этом плане помогут. Для меня главное, чтобы вы четко понимали, что происходит и как это будет вообще происходить в реальности. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, ребят, что я вам хочу сказать. Так, тут много людей, не хочу их смущать. Что я хочу сказать. Были также один большой пост, не пост, а комментарий был по поводу того, что очень много сейчас появилось помогал и так далее. Я хочу сказать, что для меня с YouTube, в первую очередь, чтобы вы понимали, зачем мне YouTube, ну, помимо того, чтобы помогать вам, да, и помогать таким людям, каким был и я сам. Для меня YouTube это источник того, что у меня многие мои новые заказчики, они находят меня именно через YouTube. То есть, заказчики, которые заказывают у меня сайты, также по ремонту компьютеров. Вот, если надо, кстати, обращайтесь. В описании, закрепленном комментарии, там, соответственно, будут все мои контакты. Вот, есть Telegram, есть WhatsApp, есть Viber, все, что хотите. Есть Facebook, есть ВКонтакте, в общем, как вам удобно. И что еще хочу вам сказать, что я чаще всего делаю все бесплатно вообще, да, то есть многие люди не понимают, как. Это у меня научила замечательная женщина Валентина Ивановна, которая держит магазин «Сказка», да, в Валенсии. Если вам нужны будут русские продукты, русские, украинские, дворусские, грузинские и так далее, то можете к ней заходить. Опять же, в комментариях оставлю, где это можно все купить. У нее там замечательные там и пельмени, и конфеты, и, в общем, все-все есть. Я рекомендую и селедка, под шубой и квашеная тапуста, и, в общем, все как надо. Вот, я всегда, мне эта замечательная женщина очень помогала. Она давала мне небольшие подработки, она помогала всегда советом. В общем, всем рекомендую обращаться к ней, и в ее замечательный магазин «Сказка». Все ссылки будут в комментарии, в прикрепленном, и в описании к данному видео. Еще по поводу слухов вообще, что россиянам не дают ипотеку. Понимаете, в чем суть? Что имел я в виду? То, что ипотеку дают когда? Когда у вас есть работа, и вы отработали на ней как минимум год, и у вас есть доход, и вы находитесь в легальном статусе, на территории Испании. То есть у вас все официально. И в этом вся фишка. Поехали дальше. Извините, если было плохо видно. Посмотрел кадр, и как-то не очень. Дальше. Сейчас иду, собственно говоря, на встречу с человеком, который нашел меня на YouTube. Вот. Хочу с ним встретиться. Точнее, он со мной хочет встретиться и поздавать свои вопросы. Все это вполне себе реально. Опять же, пишите мне в мои сексети, в мои все контакты. И я могу с вами встретиться, нет проблем. Дальше, ребят, что еще я вам хочу сказать? Что очень много всяких мифов по поводу того, что ипотеку не дают, счет не открывают. Ребят, ну, кто вам сказал, что будет легко? Я вам хочу сказать очень простую вещь. Что если вы сами не верите в то, что вы здесь будете прекрасно жить, и будет у вас все в порядке, то, в принципе, ну, а смысл сюда вообще ехать? Да, если как бы быть неуверенным в том, что все будет нормально. Поэтому мой вам простой совет. Ребят, действуйте, если вы хотите, и не жалуйтесь, если не получается. Все получится, если вы этого реально желаете. То есть, нам тоже все было непросто, и на подаче документов, и всего остального. Все это бывает, да. Сенчина как-то написала, что я не верю, что в Испании что-то не делают. То есть, допустим, заплачены какие-то деньги, и опять же, там что-то типа вот не испанцы не сделали. Ну, вот. Ну, это не только испанцы здесь. Много таких существует. Не много? Не много. Неправильно говорю. Они существуют здесь. То есть, что я вам хочу, ребят, сказать, что самое важное, все бывает. То есть, у меня квартиру затапливали два раза. Пойдем на красный свет. Вот. Меня затапливали квартиру два раза. И я хочу вам сказать, что один раз, один раз, вообще ни страховой не было, ничего. То есть, все было кинуто на самотек. То есть, во второй раз, когда нас залили, то, соответственно, пришла страховая, и нам все отремонтировали бесплатно. Ну, эта квартира не наша, мы снимаем, да. Но смысл в том, что вот так будет все происходить. Поэтому вот о чем имеется в виду, что не всегда все обязательно, и как бы многие люди пускают на самотек. То есть, в принципе, то, что система сама существует, страхование, это вообще уже здорово. Все остальное, все остальное, это уже домыслы и вымыслы. Так, самая основная моя мысль сводится к тому, что, как и в любой стране, откуда вы бы не ехали, там, из России, из Украины, Белоруссии, или откуда-то еще, из Израиля, из США, из Германии, неважно. Все не бывает здесь гладко, и не ждите, что все будет гладко. То есть, где-то вам откажут, где-то что-то так. Я вам скажу, что, когда мы приехали, мы ходили, естественно, без адвоката, без знакомых и так далее. В 15 банковских отделениях отказали. И уже даже ходила одна Оксана без меня, потому что они видели русского. На мне написано, что я русский, тут вариантов нет. То вот, как бы, проблема. Сейчас вот только что снимали очень короткое видео. с одним прекрасным человеком из Тернополя. Классный парень. Вот. Поэтому, поверьте, здесь вот эти все там, кто украинец, кто русский, слава богу, этого здесь нет. Я этому очень рад. Что еще хочу сказать. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать свой комментарий по поводу всего, что я вам сегодня наговорил. Вот. Если что-то сумбурное или непонятно, спрашивайте в... Спрашивайте в комментариях, я вам отвечу. Иногда бывает, что мысль за мыслью, их очень много, они у меня бегают туда-сюда. Поэтому не всегда бывает очень понятно и хорошо рассказано. В общем, на связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.